И я хочу в конце еще одну показать знаменитую картину, которая была написана более 500 лет назад. Это картина Альбрихта Дюрера «Руки молящегося». Вы знаете, наверное, это одна из самых популярных картин в мире. Руки, ее часто помещают либо на обложку Библии, либо ее даже на монетах изображают, или на сувенирах изображают. Нередко эти руки можно увидеть на надгробьях. Даже знаменитые люди, например, Эндрю Орхел, такие именно руки на его могиле находятся. Молящиеся руки, руки молящегося. И очень интересно, что изначально Дюрер сделал с руками эскиз головы, а потом голову убрали. И остались только одни руки. И есть одно предание, которое мы в свое время услышали в Германии, связанное с этими руками. Жила большая многодетная семья рядом с Нюрнбергом. У них было 18 детей. И семья была небогатая. Отцу приходилось очень много и тяжело работать, чтобы как-то прокормить свою семью. Два мальчика в этой семье хотели стать художниками. Но они отлично понимали, что у отца не будет денег для того, чтобы оплатить им образование художественное в Нюрнберге. Не сможет. Ни одному, ни второму. И тогда они договорились подбросить монетку. И кто выиграет, поедет учиться в художественную школу в Нюрнберг. А кто проиграет, будет работать на шахте, тяжелый труд. И этим он будет не только себя содержать, но и оплачивать обучение тому, кто уехал в Нюрнберг. А потом, через четыре года, когда обучение закончится, обучившийся будет продавать уже свои картины, и тогда и второй сможет тоже закончить художественную школу. Подбросили монетку. Один из мальчиков выиграл. И поехал в Нюрнберг. Поехал в художественную школу. И стал там не только лучшим учеником, но его произведения даже были лучше, чем у его преподавателей. Уже к концу обучения, через четыре года, он был довольно известен. И мог даже продавать свои работы. И вот он вернулся после обучения к себе домой. Семья собралась. Родители радостные были. И вот этот уже юноша, художник, сказал, знаете, вот мы заключили такой договор с моим братом, и теперь я могу уже продавать свои картины, чтобы мой второй брат поехал учиться в Нюрнберг. Второй брат встал и сказал, знаешь, я так горд, что ты отучился. Мне так это радует, то, что ты делаешь. Но, к сожалению, за эти четыре года тяжелейшей работы в шахте у меня руки стали другими. У меня нет ни одного пальца, который не был бы переломан. У меня уже артрит. И я просто-напросто сейчас не смогу ни карандаш взять, ни кисть, чтобы точно нарисовать картину или сделать какую-то статую. Поэтому, к сожалению, время ушло. Тогда юноша-художник взял лист бумаги и нарисовал руки своего брата. Это и был сам Альбрехт. Альбрехт Дюрер. И вы знаете, насколько правдива эта история. Как легенда, она есть в биографии Дюрера. Фактов, подтверждающих ее, нет. Но, когда мы смотрим на эти руки, почему эта маленькая картинка стала самой известной у Дюрера? А у Дюрера ведь много шедевров. Его меланхолия, много знаменитых гравюр он сделал. Почему? Словно что-то в ней заложено. И когда я слышал это предание, это предание мне показало, что настоящие молитвенные руки могут быть только теми, которые по-настоящему являются жертвенными руками. Как его брат пожертвовал своими руками, чтобы Дюрер, Альбрехт Дюрер, стал величайшим художником. Он работал, пожертвовал руками. И в этих руках не просто красивая поза, да, видно, что это руки с артритом, руки больные, но словно сила есть, когда за молитвой стоит настоящая, посвященная жизнь, когда люди живут для Бога и живут для ближних по-настоящему. В такой молитве есть настоящая сила. И как тут не вспомнить знаменитые слова Иисуса Христа, сказанные во время Нагорной проповеди, Матфей 6, глава 7 стих, «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». В современном природе сказано, «Ибо они думают, чем больше они будут бубнить, тем лучше их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». И здесь сам Господь Иисус Христос сказал нам, что слова могут быть лишними во время молитвы. Сила молитвы не в том, что мы часто думаем, мы думаем, что сила молитвы в правильном ритуале. Как нужно? Как нужно? Вот на колени нужно? Что-то, как кто-то там написал, что-то редко вы в вашей церкви на колени становитесь, слабо Господа любите. Да потому что, если мы на колени, то понятно, что Господа любим. А вот без календок и непонятно. Или как вот надо так? Ну это как-то так, по-католически что ли? Надо лучше вот так. Или лучше вот так вот? Вот так вот? Вот так вот? Вот так вот точно все увидят, что ты Господа. И подпрыгивай еще чуть-чуть, подпрыгивай. Харизмант же? Чтобы все увидели, как ты сильно Господа любишь. Ну и говорить надо, конечно, во время молитвы. Надо говорить. Ну так вот, говорить, 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 говорить. Ну, чтобы там на небесах кроме тебя никого уже не слышали. Только одного тебя. Тогда точно придет ответ. Тогда точно. Поэтому давайте будем больше говорить во время молитвы. Больше, больше надо говорить. Мало говорим во время молитвы. Мало? Вот для меня этот рассказ о руках молящегося Альбрихта Дюрера, он показывает, что сила молитвы не в ритуале, а в жизни. Сила молитвы не в множестве правильных слов, которые мы бубним все время. Можно вообще ничего не говорить. Но главное, чтобы в твоих руках была жизнь, наполненная Божьей любовью, которую ты несешь другим. Вот в чем сила молитвы. Поэтому по существу даже молитва, это ведь не ритуал, это жизнь. И если ты живешь, стремишься любить Бога и любить ближнего, и делаешь все, чтобы Ему служить и послужить своему ближнему, то вся твоя жизнь становится одной молитвой. Апостол Павел пережил это, когда написал «Непрестанно молитесь». Это не значит, что «Непрестанно с руками так», или «Непрестанно на коленях», или «Непрестанно что-то бубнить, ходить себе там разными словами, то-то-то потому, то-то потому, то-то-то потому». Ну, то, что мы называем ходатайством. И верим в этот ритуал. И ходят вот такие оторванные от жизни люди, оторванные от служения ближним люди, оторванные от вовлечения в несчастье, в горе, в страдания. Ходят они вот так отдельно, в своем отдельном мирке, и что-то такое молятся, и промаливаются что-то многими разными словами. А одно только нужно, чтобы твои руки были посвящены Богу, чтобы твои руки были руками любви, когда только твоих рук достаточно, чтобы рассказать о молитве, рассказать об общении с Богом. Видите? И не нужно ничего. Только две ладони. И иногда наша жизнь может превратиться вот в такое, когда нет ничего. Только две ладони. И, может быть, в других ситуациях это было бы ненормально, но сейчас это лучшее из того, что может быть в твоей жизни. Поэтому, дорогие, ищите Божьего водительства сегодня в вашей жизни. И когда Бог ведет вас, направляет, если вы что-то переживаете, убирайте лишние вещи. Да, может быть, кто-то не поймет. Кто-то, может, даже будет критиковать. Кто-то будет смеяться. Ну, не критикуют только тех, кто ничего не делает. Не переживайте. Да, сколько Иисуса критиковали. Его называли бесноватым, силой велезеулодействующим. Ну и что? Ну и что? А Он шел и исполнял свое призвание, убирая все лишнее из своей жизни. Кто-то пришел и захотел его царем сделать лишнее. Кто-то там еще со своими планами пришел к нему лишнее. Он исполнял свою миссию, убирая все лишнее. Он нас с вами призывает к этому. Идти и убирать все лишнее. Как в плане общем, в плане греха, в плане беззакония. Так и в плане того периода, в котором ты сейчас находишься. Где даже нормальные в иных ситуациях вещи могут быть абсолютно лишними. Убирай тоже их. Может быть, они вернутся. А может, никогда не вернутся. Неважно. Делай то, что необходимо сегодня пред Богом. И пусть Бог тебя благословит. И всегда скажет. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!